Здравствуйте! Сегодня хотелось бы обсудить такую наболевшую тему, как выборы. Выборы в Осетии вещь довольно интересная. Интересна она, конечно, не накалом политической борьбы и блестящими выступлениями политиков или яркими программами кандидатов. Интересна она только одним. Какой процент нарисуют какому кандидату или партии с барского плеча? Картина эта обычная для всей России. Конечно, есть у нас региональные семейно-клановые особенности, но не более того. У нас классические выборы без выборов. Стабильность превыше всего. Даже ценой гниения системы. Нарастание социального напряжения и полное отсутствие даже видимости социальных лифтов для активной части населения, особенно молодежи. К этому все, в общем, давно привыкли. Есть, конечно, политически наивные люди, бросающиеся в борьбу за место в районных и городских парламентах. Но их с каждым годом все меньше и меньше. Стабильное гниение. Вроде все хорошо, но есть несколько но, которые способны омрачить жизнь власть имущим в ближайшие годы. То, что раньше называли застоем, ныне принято называть стабильностью. Слова разные, но суть одна. Система находится в состоянии гниения. Система не способна решать большие задачи. Она громоздка и малоэффективна. Связано это как раз с тем отрицательным естественным отбором управленческих кадров, как застойного Советского Союза, так и застойной, пардон, стабильной России. Ведь нам не говорят главное, когда говорят про стабильность. Не разворачивают сам термин. Что же он значит? Стабильность – это значит власти мы, и чужих тут не потерпим. Вот в чем суть Брежневского застоя и нынешней так называемой стабильности. Замкнутые внутри властных группировок рычаги управления. Речь даже не о ядерной кнопке или ключе от Центрального банка. Самый обычный поселковый вентиль от водопровода находится в крепких руках своих людей. Чем закончился подобный маразм в позднем Советском Союзе мы все прекрасно помним. Подобное, по всей видимости, может ожидать и Россия. Правящий класс, находящийся у рычагов власти, сформировался из коммунистов-перевертышей, комсомольских вожаков, бандитских группировок и подпольных цехаряков. То есть из людей, лишенных моральных принципов, предавших свою страну и идеалы, которыми служили ради личной выгоды. Люди они сильные, с большими зубами и когтями. Этого в них не отнимешь. Но возраст берет свое. Надо отдавать власть следующему поколению. То есть своим детям. Вот тут и начинаются все наши проблемы. Дело в том, что отличие разного рода выскочек новоришей от потомственной европейской аристократии заключается именно в подготовке и воспитании новой элиты из своих детей. Европейские элиты, как и товарищ Сталин, кстати, прекрасно понимают, что кадры решают все. Кадры, то есть люди, а не деньги. Поэтому внимательное и трепетное отношение к подготовке кадров отличает настоящую аристократию от наших бандосов всех мастей, оккупировавших коридоры управления. То, что наша элита зачастую не отличает Гоголя от Гегеля, это еще полбеды. Беда в том, что она не хочет этому учиться. Именно это катастрофическое падение качества управленческой элиты и приводит к краху государства и империи. И дело не только в образованности или умственном развитии, но и так называемых морально-нравственных качествах. Элита, не имеющая идеального и идеалов, это не элита. Это максимум менеджмент, нанятый на работу третьей стороной. Отсутствие конкурентной среды в политическом пространстве не дает возможности развиваться подобным менеджером. Ну и на самом деле, зачем учиться решать проблемы населения, осваивать гуманитарные науки и прочие вещи, когда все решается не в публичной конкурентной среде, а в тихих кабинетах непонятными клерками? Подобная кулуарность в принятии решений и формировании правящего класса в широком смысле этого слова – это главное условие отрицательного естественного отбора. Это примерно то же самое, если бы на соревнованиях по борьбе или другому виду спорта важно было бы не то, как человек борется, как он готов, как он много работал в спортзале, а важно то, как и с кем он смог договориться в кабинетах спортивных чиновников. Тогда любой человек, совершенно не умеющий бороться и никогда не бывший в спортзале, мог бы стать олимпийским чемпионом, просто занес бы денег в нужный кабинет. Маразм, правда? Тут возникает главный вопрос – кем являются боящиеся своего народа и его волеизъявления люди? Ведь политик думает о ближайших выборах, о государственных деятелях, о следующих поколениях. Кто они, наши правители? Политики-временщики, либо государственные деятели? Стратегические издержки подобного отрицательного отбора в политике очевидны. Первое и главное – народ начинает воспринимать власть как нечто чужеродное, к нему народу отношения не имеющее. Соответственно, растут антигосударственные настроения в обществе. Народ, в котором живут подобные настроения, не способен совместно с властью решать любые задачи – от экономических прорывов до обороны территории. Как рассуждает сейчас обыватель? Некие воры захватили рычаги управления, и его народ угнетают. Причем угнетают настолько, что даже забирают у него элементарные права, такие как право голоса, право иметь возможность влиять на формирование даже самых первичных городских или поселковых органов управления. С подобными настроениями любые заявления президента страны, программы типа нацпроектов останутся лишь добрыми пожеланиями. В конце концов, экономику поднимает человеческий труд и творческое отношение к нему, а не финансовые потоки. Вы можете сколько угодно вкладывать денег, но если у вас нет людей, готовых самоотверженно трудиться, ваши все деньги будут просто разворовываться властными группировками. Еще раз повторюсь, кадры решают все, не деньги, а именно кадры, то есть люди. Западная система демократии предоставляет возможность активному человеку из любых слоев общества реализовать свою энергию в жизни общества. Прямые и честные выборы как раз инструмент подобного отбора активных пассионарных кадров. Конечно, проявивших себя на общественном поле людей потом обучают, повышают их квалификацию, на следующем этапе они уже участвуют в выборных кампаниях более высокого уровня. Так формируется политическая элита любого общества. Без подобной элиты, научившейся политике с самых низов, так сказать, от сахи, ни одно общество не будет устойчиво развиваться. Изучите историю британского парламентаризма, чья модель взята за основу современной России. Как долго, мучительно их элита приходила к пониманию необходимости давать доступ к принятию решения широким массам населения. То есть они через кровь и века потрясений пришли к пониманию, что главным искусством управления является умение что? Договариваться. Это, конечно, не так приятно, как самодержавно раздавать указания, но с точки зрения заботы о нации и о будущих поколениях, безусловно, более эффективно. Именно из-за отсутствия политической борьбы и навыков ее ведения в эшелоны власти попадают люди, никакого отношения к политике не имеющие. Они не способны по своему генезису к решению политических задач и вызовам современной эпохи. Если бы в Осетии с 1991 года были честные и прямые выборы, а не тот балаган, который происходит обычно, то за эти десятилетия у нас сформировался бы целый пласт профессиональных политиков, способных продвигать интересы республики как в России, так и за ее пределами. Но у нас сформировался лишь класс чиновников, которые только способны выполнять указания вышестоящих бонз, ну и пилить бюджетки. Поэтому мы имеем то, что мы имеем. Именно поэтому республика сейчас находится в столь плачевном состоянии. Она катилась по наклону десятилетиями. Пора поводать эти негативные тенденции. Честные прямые выборы в рамках закона Российской Федерации это первый шаг в этом направлении. В Осетию надо вернуть прямые выборы главы республики и честные выборы депутатов всех уровней. Тогда власть главы республики будет не ярлыком на книжение от московских чиновников из администрации президента, а мандатом от народа. Под ногами выбранного народом руководителя будет не зыбкая почва и вечные переживания, снимут или не снимут, а твердые основания поддержки народных масс. У нынешнего руководства республики сейчас исторический выбор. Оно может либо стать очередной плеядой чиновников с главой, который после истечения своего срока уйдет в политическое небытие, либо глава со своей командой может стать национальным лидером и заложить на поколение фундамент устойчивого развития нашего народа. Выбор за вами. До скорых встреч, друзья! В следующий раз поговорим о формировании национально-мыслящей элиты в обществе.